Игла 50, работала наблюдательная вышка номер 2. 53, 4, 1, выжигаемся. Внимание, сработала тревожная сигнализация. По звонку подготовленный сотрудник исполняет четко заданные инструкции. Пусть сейчас ситуация и учебная, штат лечебно-исправительного учреждения номер 23 готов в любой момент к любым непредвиденным действиям со стороны заключенных. Как говорят сами работники отдела безопасности тюрьмы, в предстоящие праздники нужно быть особенно бдительным. Очень такая планомерная, трудоемкая работа. То есть на протяжении 10 месяцев 2017 года личным составом отдела безопасности, главного управления, изъято большое количество запрещенных в предметах. Так у нас спиртосодержащие жидкости изъято более 300 литров, наркотических и психотропных веществ изъято более 700 грамм. К слову, в этом году отделом безопасности уголовно-исполнительной системы России исполнилось 25 лет. За это время режимные объекты, предназначенные для отбывания наказаний, обзавелись высокотехнологичными системами видеонаблюдения и контроля. Каждый вход и выход оборудован устройствами идентификации личности Биосмарт, кстати, российского производства. При выводе осужденного на работы в производственную зону из жилой зоны, он проходит через стационарный металлодетектор. Его отпечаток пальца сканируется системой идентификации личности Биосмарт. И после этого он уже проходит непосредственно в производственную зону для производства работ. Кроме того, операторы и диспетчеры круглосуточно наблюдают за периметром зоны с экрана компьютера. Ну а чтобы свести возможный негативный человеческий фактор к минимуму, при штате учреждения есть отряд кинологов. Конкретно эта собака по кличке Фемида занимается поиском схронов и запрещенных веществ по всей территории ЛИУ-23. Впрочем, иногда особо изощренные друзья по ту сторону забора вытворяют новые трюки. Осужденные пытаются создать себе какие-то блага. То есть весь этот спецконтингент, который находится на территории учреждения, постоянно, то есть и периодически пытаются эти запрещенные предметы каким-то образом себе доставить. Но с помощью наших умелых действий это все пресекается, вовремя выявляется и изымается. Передать запрещенные вещества и предметы при существующей системе проверки практически невозможно. В специальном окошке сотрудник ВСИН принимает и тщательно исследует каждый пакет, обертку или сверток. Даже сигареты могут разломать и перетереть в порошок, если они вызовут у профессионала. Уж поверьте видавшего всякое, хоть какое-то подозрение. В медицинском блоке учреждения работает исключительно женский коллектив, но и здесь уровень безопасности запредельный. В кабинете врача всегда имеется тревожная кнопка, по которой в помещение тут же ворвется подготовленный оперативник и устранит нарушение режимного регламента. Несмотря на всю строгость, не стоит забывать, что здесь работают люди, многие из которых отдали значительную часть жизни службе исполнения наказаний. И в предпраздничные дни именно на них лежит особенная ответственность – обеспечить в конечном счете нашу с вами безопасность. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.